Свою ошибку. И она настолько, вот, Алена, спокойно, я так счастлива. Знаете, я ревела, а она сидела, а я ревела, ревела. Ну, я вообще плакала, я вообще всю жизнь ревела, все 20 лет как-то пошла. Никак не могу остановиться. Думаю, Бог меня очищает моими слезами. Насколько же там грязи, Господи, сколько же можно плакать. Ну, это слезы радости, это слезы какого-то такого общения, слезы счастья. Так что я думаю, что Катя там, с Господом, и она здесь с нами. Слава Богу, мы ее любим. Аминь. Аллилуйя. Есть еще свидетельства, что Бог сделал, или, может быть, какие-то переживания. Нет? Ну, окей. Тогда о земном. Завтра у нас счастливый день. Пятница, 8 марта. И я заочно поздравляю всех присутствующих женщин с этим прекрасным днем. И я хочу, мое желание, мое сердце, чтобы 8 марта было всегда в вашей жизни. Каждый день. Вот. Так что я вас поздравляю. Мы от всех мужчин вас поздравляем. И в субботу мы вас всех приглашаем в 6 часов на это мероприятие для женщин, на котором мы будем вас поздравлять. Дарить вам подарки, оказывать вам знаки внимания, говорить разные хорошие слова. Комплименты. Комплименты, да. Так что, пожалуйста, приходите. А все будут в субботу присутствующие? Вера будет? Вера не будет. Ну, окей. Я с вами душой, телом не буду. Ну, а все со мной будут? Тогда Вера получит подарки сегодня. И меня не будет. Тогда ты получишь в понедельник. А ты приходи завтра на ночь. А ты все. Не получилось. Не получилось. Все, кроме Веры, получат сегодня. Все остальные, кого не будет в субботу, получат в понедельник. Опять паспорт вы меня? Нет. Я просто знаю, что ты будешь. Про футболь. Нет. Окей. Итак, завтра еще одно такое очень серьезное, важное мероприятие. Мы хотим от нашей церкви поздравить женщин, которые гуляют по Брайтону. Мы хотим им подарить по одному цветочку и пригласительную на субботу, и пригласительную на годовщину. И мне нужна помощь мужчин. Кто бы мог бы завтра со мной в 10 утра быть на Брайтоне? Пастор Эдик уже будет. Он мне уже сказал. А есть еще кто бы хотел? Кто бы мог? Кто хотел, может быть, все хотят? Просто сотрю такие все. Аж рубиться в бой. А кто может? Кто может? А кто другой он. Так. Гена, ты будешь, да? Так ты будешь на молитве, и потом после молитвы пойдет, да? Окей. Так. Славик на работе. Светом много? Сто. Сто? Да вот за 10 минут вдвоем раз. Ну, а что делать? Остатки на 12-й Брайтон можете занести. Окей. Хорошо. Спасибо за тех, кто отозвался. Так, следующее мероприятие, которое будет завтра. Завтра в Пенсильвании, город Филадельфия, начинается празднование 4-й годовщины церкви, посольство Божие, которое пригласило также и нас. И завтра я туда выезжаю где-то в 3-й, и вернемся неизвестно когда. То есть ночная, те, кто будет на ночной, будут без нас, если мы не успеем. Вот, но кто бы хотел завтра, ну, особенное приглашение, особенное приглашение и желательно без отказа, это для Гены и для Миши, это особенное без отказа предложение, пожалуйста. Это предложение, предложение. Ну, я же не могу сказать, это приказ. Нет, это рекомендация. Особенное приглашение без отказа, пожалуйста, завтра в 3 часа мы выезжаем, Миша и Ена, это особенно. Остальные, если вы хотите, и у вас есть возможности, пожалуйста, завтра, ну, дайте мне знать, чтобы я знал, какую машину мне взять, хватит ли моей. Вот, окей? Хорошо, следующее. И в воскресенье тоже мы утром съездим туда, как поздравим всю церковь, и если кто-то хочет поехать утром, опять же без отказа, для твоих Миша и Ена. Славик, ты поедешь? Может, вы уезжать оттуда не будете? А, ты же работаешь. В воскресенье можно. Вот, нет, мы в воскресенье съездим туда и обратно. Ну, мы с вами договоримся по времени. Все остальные мероприятия без изменений. В субботу в 6 часов вечера мы приглашаем всех женщин. И в воскресенье в 4 часа у нас начало празднования нашей годовщины, третьей годовщины нашей церкви. Аминь. Аминь. Все, вроде бы все сказал, что будет на этой неделе. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя, Отец, за этот вечер. Я благодарю Тебя, Господь, за это слово, в котором Ты будешь учить нас, наставлять нас, менять нас. И дашь нам еще больше разумения, как нам вести себя в проблемах, в трудностях, в испытаниях, в искушениях. Я молю Тебя, Господь, пускай это слово, оно станет живо и действенно в судьбе каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Темой сегодняшней проповеди я бы назвал, как правильно реагировать на испытания, искушения, давления, издевательства, обиды и так далее. То есть сегодня это очень серьезный такой месседж, потому что, во-первых, я его получил для себя на свой день рождения. И я решил этим месседжем поделиться, потому что это очень серьезная такая тема. И мы будем читать Исайя, 36 главу с 13 стиха и всю 37 главу. Я думаю, что Господь дашь мне милость за час справиться с 50 стихами. Мы уже это делали. Итак, Исайя, 36 глава с 13 стиха и вся 37 глава. И встал рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал. Прежде чем я буду читать дальше, я хочу объяснить события. То есть израильский народ был окружен войском ассилийского царя. И рабсак это был как бы человек своего рода как колдун, человек, который был послан для того, чтобы навести смуту, выпить с колеи, усомнить в вере израильский народ без войны. То есть был такой человек, который кричал, прежде чем воевать, посылали таких рабсаков, который убивал веру в народах. И вот этот рабсак был послан для того, чтобы уничтожить веру в израильском народе. И он говорил по-иудейски. Слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь. Пусть не обощает вас Езекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь, не будет город этот отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекию, ибо так говорит царь ассирийский. Примиритесь со мною, и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей, и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодца. Да коли я не приду и не возьму вас в землю, такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. Итак, да не обощает вас Езекия, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов, каждый свою землю от руки царя ассирийского. Где боги Амафа и Арпада, где боги, боги Сепарваима, спасли ли они Самарию от руки моей, который из всех богов земель этих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя было приказание, не отвечайте ему. И пришел Езеким, сын Хелкии, начальник дворца, и Севна Писец, и Иоах, сын Асафа, дееписатель, и Кизекии в разорванных одеждах и пересказали ему слова Рабсака. Какая картина? Выходит некий Рабсак, некий человек, который, его миссия была выбить из колеи, выбить из веры, выбить из наставления людей, с которым хотел, людей народа, с которым хотел варивать и сирийский царь. То есть вы знаете, да, что Ветхий Завет особенно, это прообразы для нас. И вот, что происходит в этом прообразе. Каждый из нас наставлен, что Господь Иисус Христос, Царь Царей и Господь Господствующих, Который умер и воскрес за каждого из нас, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. Мы знаем, что исцеление в ранах Иисуса Христа. Мы знаем, что освобождение от любой зависимости в познании истины для того, чтобы стать свободными. Мы знаем, что материальное состояние каждого из нас зависит от Бога, потому что Он сказал, что Я обеспечитель Твой. Я не оставлю и не покину Тебя. Мы наставлены, как верующие люди. Но что делают обстоятельства, которые вокруг нас? Что делают рапсаки, которые взывают через наших друзей, через наших знакомых, через обстоятельства, которые нас окружают? Что они говорят? Послушайте. Да не обольщайтесь вы этим словом, которое вы читаете. Да не слушайте вы этого пастора, к которому вы ходите. Да не делайте вы вещей, которые на самом деле не помогут вам. Посмотрите, сколько людей освободилось от зависимости. Академики не могут освободить. Минздрав не может освободить. Сколько людей исцелилось. Посмотрите, сколько людей умирает от рака. Какой Господь? О чем ты говоришь? Материальное положение. Кто тебе внушил, чтобы Бог позаботится о тебе? Посмотри, сколько людей нищестуют, нуждаясь в финансах. Кто тебе сказал об этом? Зачем ты в это веришь? Перестань заниматься ерундой. Каждый день мы слышим это от своего окружения. Каждый день мы слышим это в своей голове. Каждый день все вокруг нас настроено для того, чтобы обольсти и сбить нас с праведного пути. С того пути, в котором мы наставлены. Каждый день кто-то, неосведомленный, говорит нам, куда ты ходишь? Ты поменял веру. Ты поменял учения предков. Как Иисусу говорили, ты приступил к преданию старцев. Прадеды твои были такими. Деды твои были такими. Отцы твои были такими. Ты что, белая ворона? Смирись с тем, кто ты есть. Смирись со своей болезнью. Смирись со своими зависимостями. Смирись со своими материальным положением. Смирись со своим семейным положением. Все нормально. Не высовывайся выше принтуса. Что ты слушаешь, что ты будешь когда-то свободен. Освобождаются единицы. Исцеляются единицы. То есть, каждый день мы это слышим. Каждый день. Каждый день мы с этим сталкиваемся. Каждый день мы убеждаем сами себя. Всем, что все-таки газеты или СМИ говорят правду. А вот Библия. Даже если мы не читаем Библию. А слышим где-то какую-то проповедь. Или попали на какое-то служение. Ну, это понятно все. Ну, мы же в мире живем. Мир диктует свои условия. Все, что это происходит, это понятно. Это все хорошо. Говорите. Ну, вы же должны понять. Что? Это же сложно отказаться от искушения, от давления. Ты же это не испытывал. Тебе легко говорить. Тебе легко говорить. Тебе легко говорить. У тебя же нет болезни. Тебе легко говорить. Тебе легко говорить. Тебе аж... Ты же не... Ну, у тебя нет проблем с едой. У тебя полный холодильник. Тебе легко говорить. А? У тебя полный опуск. Да. У тебя, посмотри на свой живот. Тебе так легко говорить. Понимаете? Но! Какой урок здесь в 21 стихе? Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя было приказание. Не отвечайте ему. Какой урок в этом местописании? Как только происходит давление извне на то, чему вы научены, на то, что вы действительно увидели перемены в своей жизни? Я знаю, что каждый человек, который встречается с Богом, он встречается с чем-то светлым. С моментом провозглашения молитвы покаяния и принятия Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и когда Иисус входит внутрь тебя, ты понимаешь, что все, что-то есть сильнее тебя. Но что происходит? Как только приходят вот эти давления, испытания, какие-то искушения, материальное давление, что происходит? Мы начинаем огрызаться против этого. Мы начинаем вести диалог. Мы начинаем кому-то что-то доказывать. Мы начинаем сами себя переубеждать. Мы начинаем слушать всевозможную информацию, которая на самом деле не нужна тебе. Но этот народ, они были научены молчать и не отвечать, не участвовать в давлении. Уши закройте. Убежите или убегите от того, что на самом деле начинает вас сбивать с того пути, и какому ты научен. Потому что на самом деле, какой урок я для себя взял? Что все, что не соответствует истине, все то, что не соответствует тому, что я когда-либо читал, или слышал, или был научен, я сказал, стоп, это не должно войти в меня. Почему? Потому что это может меня убить. Потому что это может меня сбить с того пути, который на самом деле сделал меня тем, кто я есть на сегодняшний день. Потому что это может вывести меня в состояние равновесия. Потому что это может затянуть меня на свою сторону. Потому что я слабый человек. Я плоть. И моя плоть может диктовать свои условия. А плоть, как мы все знаем, она желает противного духу. А дух желает противного плоти. И что произошло? Дальше мы увидим, что же было дальше. Когда услышал этот царь Иезекия, он разодрал одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом Господня. И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну Песа, и старших священников, которых покрытых вретищем пророку Исаии, сыну Амоса. Пять уроков, которые необходимы каждому из нас для того, чтобы справляться с давлениями этого мира. Пять уроков, которые необходимы каждому из нас. Противостоять тем давлениям, которые давят на тебя. Первый урок, который я увидел здесь, когда услышал этот царь. То есть, когда ты услышишь что-то, несоответствующее с тем, во что ты веришь. Несоответствующее с тем, чему ты научен. Несоответствующее с чем, во что ты веришь и во что ты утвержден. Первое. Не отвечать. Не учиться. Не участвовать в диалоге с этими обстоятельствами. Не впадать в полемику. Не впадать в то, что на самом деле не может поколебать твою веру, или же может поколебать твое учение. Второе. Что сделал Иезекия? Он разодрал одежды свои. Что значит разодрал одежды свои именно в этом местописании? Это показал всю свою силу, владеющую над тем, что тебе навязывают. То есть, другими словами, я говорю, когда мне кто-то приходит, начинает меня переубеждать, я говорю, стоп, это твое мнение, а я остаюсь при своем мнении. Стоп. Я разрываю свою одежду, и я не хочу дальше слышать что-либо от этого человека. Я не хочу слышать что-либо от обстоятельств, которые меня окружают. Я не хочу участвовать во чем-либо в том, что на самом деле меня просто может выбить из равновесия. То есть, я разрываю свои одежды, я показываю, что я сильнее всех этих обстоятельств и всех этих давлений. То есть, когда приходит что-либо в твою жизнь, что нужно сделать? Нужно показать свою силу. Я сильнее. Я могу противостоять. Я могу противостоять искушениям. Я могу противостоять зависимости. Я могу противостоять болезни. Я могу противостоять какому-то материальному положению. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. То есть, если Иисус Христос уже дал мне все это, то кто на этой земле может меня переубедить? Кто сильнее Иисуса Христа? Отстоятельства? Нет. Зависимость? Нет. Болезнь? Нет. Проклятие? Нет. Он все это победил. Он пригвозил это ко Христу 2000 лет назад и сказал, а теперь возьми мою силу и пользуйся этой силой. Когда ты слабый, просто встань на колени и скажи, я слабый, я не могу. Помоги мне. Я бессилен. Дай мне свою силу. И тогда эта сила начинает действовать через тебя. И тогда эта сила начинает преобладать над той информацией, которая хочет в тебе войти. Третий урок. Что он сделал? Он покрылся вретищем. Что значит в Ветхом Завете покрыться вретищем? Это своего рода взять пост или взять и закрыть себя от этого внешнего мира. То есть, начать своего рода преобладать над своей плотью. То есть, он покрыл себя. Когда в Ветхом Завете священники или люди покрывали себя вретищем, это не говорили о том, что они в пасте или же в скорби в какой-то, они закрывали себя от этого мира и уходили в такое, как в себя. То есть, третий урок, который мы необходимо сделать, это если ты почувствовал какое-то давление, если ты почувствовал какое-то, ну, как бы, искушение или соблазн, в пост, чтобы дух начал преобладать над твоей плотью. Следующее. Что он сделал? Четвертый урок. И пошел в дом Господен. Что он сделал? Он убежал к Богу. Он убежал в тот дом, где он может подкрепить свою веру. Он убежал в тот дом, где он может отдать полностью все, что сейчас, ну, для того, чтобы не разгневаться, для того, чтобы принять правильное решение, для того, чтобы получить наставление или откровение от Бога, для того, чтобы получить правильное наставление, для того, чтобы убедиться, что Бог на твоей стороне, для того, чтобы убедиться, что Бог, Он защитит тебя. То есть, для того, чтобы стать и противостоять тем искушениями и давлениям, нужно уйти в Божий дом для того, чтобы получить подпитку. Что делают люди, которые попадают в какую-то ситуацию? Получили болезнь какую-то и побежали искать кого угодно. Бабок, гадалок, экстрасенсов, усугубляя проблему. Что происходит, когда в человек попадает зависимость? Тот же самый путь. Что происходит, когда у человека какая-то мотивация? Возьмите этот мир. Материальная проблема. Кто бежит к Богу? Никто. Гороскопы сразу достаются. И ищут, в какой же газете лучший гороскоп подскажет для твоей ситуации. Потом нашли газету, в которой гороскоп показывает для твоей ситуации лучше, и покупаешь только эту газету. В этой газете самый правдивый гороскоп. Следующий урок, пятый урок, который сделал Иезекия. После того, когда он пошел в дом Господень, он отправил послов к пророку. Он отправил послов к человеку, который на тот момент имел общение с Богом. То есть, если твой, то есть, какой урок? Если твой духовный уровень на сегодняшний день не такой высокий, ты не можешь понять, что Бог хочет для тебя. Найди для себя священника или наставника, который скажет тебе слово от Бога. Который укрепит твою веру. Который укрепит твое положение. Который разъяснит тебе, что происходит с тобой на сегодняшний день. Что делает огромное количество, даже верующих людей, походили два месяца в церковь и уже думают, что все, я уже сильный, уже не надо мне наставление пастора, мне не надо уже лидеры, мне не надо уже, я все сам, я все сам уже все знаю. Потом смотришь, этот человек борясь сам с собой, и еще борясь со обстоятельствами, и еще борясь со всеми давлениями извне, смыло человека. Почему? Потому что подумал, что он, ну, силач. А царь? Это было камеру. Царь, который имел взаимоотношения с Богом. Царь, который имел четкое понимание, как себя вести в этих обстоятельствах, не пренебрег тем, чтобы послать послов к пророку и получить подтверждение от Бога. Царь, как только вы станете царями, твердыми на ногах, и будете вести за собой народы, даже в это не позволяет каждому из нас пренебрегать наставниками и людьми, которые могут дать тебе слово. Представляете? То есть один в боли не воин в христианском мире, в духовном мире. Нельзя быть одному. Нельзя сам-сам-сам наедине разбираться с какими-то обстоятельствами. Падение на самом деле не происходит в день падения. Падение происходит за несколько дней, недель, а то и годов. Но как только вы почувствовали, что все, подошла какая-то ситуация, даже запах этого падения, сразу нужно бежать. Не тогда, когда уже упал, когда уже все, уже назад, уже сложно выкарабкаться, а как только ты почувствовал какой-то запах падения, запах болезни, запах материального несостояния, нужно бежать, чтобы тебя поддержали, чтобы тебя подставили, подставили тебе плечом, чтобы вместе перебороть. И они сказали ему, то есть это уже эти, как его, послы прибежали к Исаии, пророку, и говорят ему, так говорит Иезекия, день скорби и наказания, и посрамления день этот, ибо младенцы дошли до отверстия утробы материнской, а силы не отродить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. И пришли слуги царя Езекии Исаии, и сказал им Исаия, так скажите господину вашему. Так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которые поносили меня слуги царя Ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. В Ветхом Завете, вы даже понимаете такую картину, в Ветхом Завете было много пророков, но пророки, которые говорили слово от Бога, и если это пророчество не сбывалось, его убивали камнями. То есть, если пророк говорил слово, и это слово не сбывалось, его били камнями. И вот Исаия это был человек, во-первых, это первый пророк, который пророчествовал в этот, как он называется, рождение, смерть и воскрешение Иисуса Христа. То есть Исаия, это первый, который пророчествовал уже об Иисусе Христе. И вот Исаия говорит, передайте вашему царю, чтобы он не боялся слов, которые слышал ты, которые поносили Бога. Потому что этот Бог, в Которого ты веришь, этот Бог, Которому ты доверил свою жизнь, этот Бог, от Которого ты наставлен, Он пошлет в Него Дух, и Он услышит весь, и возвратится в землю Свою. И там Бог поразит его мечом в той земле, куда Он уйдет. То есть представьте, когда приходит какое-то слово о зависимости, о болезни, о семейном, о любое слово, любая проблема, что бы ни происходило, первое слово от Бога, которое Исаия сказал, не бойся. Не допусти страх в свое сердце. Не допусти смятение в свой разум. Не допусти, ну, не это, как сказать, не убери фокус с того, на чем ты всегда сфокусировал. Потому что задача проблемы, с которой ты на самом деле борешься, это для того, чтобы ты перестал смотреть туда, куда ты смотришь на сегодняшний день. Задача проблемы внести страх. Как только ты приносишь, ну, получил страх, ты сразу проиграл. Как только ты начинаешь бороться своими силами, противостоять какие-то давления, искушения, ты проиграл. Как только ты думаешь, что ты такой крепкий и сильный, ну, я могу встретиться со своими дружками, не имея на это твердой силы, ты упал. Как только ты встречаешься с людьми, которые только говорят один негатив, на любую проблему ты станешь таким, как они. Вы когда-то размышляли, если взять бомжа, к примеру, да, и поселить его в среду этих академиков, бизнесменов, политиков, кем станет этот бомж? Нет. Он станет со временем, шаг за шагом, он станет таким, как они. У меня одного бомжа еще не... Подожди, а я видел. А я видел. Они не хотят этого юга. Подожди, а я видел. Не хотят. Саша. Нужно один из миллионов. Саша, а я видел. Хочешь, я тебе его покажу? Обычного человека. Саша, хочешь, я тебе его покажу? Я? Ну ты не стал еще миллионером, ты не стал. Можно. Но я не был бомжом. Подожди. Обычный, чистенький, опрятненький мужичный человечек. 12 лет назад я пришел в церковь, у меня говно висело на штанах. У меня не было 13 зубов, и я был грязный и вонючий. Я не был бомжом. Я спал возле мусорника и кушал из этого мусорника. Я не был бомжом. Был он обыкновенным, хорошим, опрятненьким, чистеньким человеком. Но, когда я начал общаться с успешными людьми, Бог сделал из меня те, кто я есть. Сейчас мы не спорим. Давай закончим пробу, и потом будем спорить. Понимаешь? А если взять академика и поместить его в среду бомжей, я могу сказать, Саня, через определенное время, бомжом. То есть, если ты хочешь вырваться из состояния, куда ты попал, ты должен изменить свою среду. Исайя подтвердил задачу царя и говорит, послушай, не бойся, не надо бояться, не нужно переживать, потому что эти слова, которые тебе говорят, не имеют никакого веса. Потому что я сам разберусь с этим Робсаком, который говорит слова в мою сторону. И возвратился Робсак и нашел царя Ассирийского, воющего против Ливны. Ибо он слышал, что тот отошел от Лохиса. И услышал он о Тергахе, царе Эфиопском. Ему сказали, вот он вышел сразиться с тобой. Услышав это, он послал послов к Езекии, сказал, так скажите Езекии царю Иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари Ассирийские со всеми землями, положил на них проклятие, ты ли уцелеешь? Боги народов, которые разорили отцы мои, спасили их, спаслили Газан и Харан рецепт и сынов Едана что фолосави, где царь Емафа и царь Арпада и царь города Сепарваима Ены и Ивы и взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его и пошел в дом Господнем и развернул его Езекия пред лицом Господа и молился Езекия пред лицом Господа и говорил то есть пришел этот Рафсак рассказал о положении с израильским народом и сам царь взял и написал письмо уже не пугая Езекию а уже хуля полностью Бога то есть ну я всегда знаю что как только человек начинает превозносить себя а еще который начинает ставить себя выше Бога как только человек начинает говорить какие-то вещи в сторону Бога чему это приведет к падению но что опять же сделал Езекия он взял это письмо он не стал над ним разбираться он не стал в нем вариться он не стал за него переживать там и бегать к своему народу и говорят давайте может быть все-таки сдадимся он взял это письмо и пошел опять в дом Божий и взял это письмо и развернул его перед Богом и начал его читать и в этом молитва я бы ну когда приходят какие-то давления или испытания возьмите эту молитву как молитву отче наш потому потому что Езекия здесь говорил слова которые на самом деле помогали ему в этих обстоятельствах господь о господи цари ассирийские опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь но это были не боги а изделия рук человеческих дерево и камень потому и истребили их и ныне Господи Боже нас спаси наш от нас от руки его и узнают все царства земли что ты Господи Бог один то есть Езекия говорил Богу говорит Господи этих богов которых там спалили сожгли разрушили это обыкновенные изделия рук человеческих почему мы как верующие люди которые верим в Бога живого мы не одеваем на себя никаких амулетов там оберегов там не вешаем никаких вещей на себя и говорим что вот это нас защитит потому что ни одно изделие рук человеческих может нас защитить ни одно ни одно изделие да завесьте весь дом всякими оберегами или облепите чем угодно не спасет этот человек если сердце разум душа не подчинена вере и в уповании на Бога то есть первое что спасает это взаимоотношение с Богом знаешь ли ты Бога или ты знаешь много людей знают огромное количество информации о каждом обереге которое может их защитить как бывает приходишь там в какой-то дом это это от этого это от этого это от этого и залеплено все и что это помогает ну пока не помогает но защищает парадокс я понимаю почему эти народы эти земли были завоеваны я понимаю почему эти народы были порогащены царями ассирийскими потому что они надеялись и уповали не на то что нужно но я прошу тебя Господи восстань и покажи что ты действительно царь царей и Господь Господствующий покажи свою силу и свое могущество много людей на самом деле даже сидящие здесь в зале наши даже самые близкие люди уже не надеялись на то что с нами что-то и получится какие-то перемены или изменения но если мы отдадим свою жизнь Богу если мы отдадим отдадимся полностью посвятим свою жизнь царю царей и Господу Господствующим он начнет проявляться в твоей жизни и он начнет показывать что он великий и силен в твоей жизни вот это самое важное и послал Исаия сын Амоса и Изекии сказать так говорит Господь Бог Израил о чем ты молился мне против Синахирима царя Ассирийского вот слово которое Господь изрек о нем презрит тебя посмеется над тобою действующая дочь Сиона покажет вслед тебе головой дочь Иерусалима покачает вслед тебе головой дочь Иерусалима кого ты порезал и поносил на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза твои на святого Израилева через рабов твоих ты порезал Господа и сказал за множеством колесниц моих я вошел на высоту гор на ребра Ливана и срубил рослые кедры его отличные кипарисы его и пришел на самую вершину его в рощу сада его и откапывал я и пил воду и сушу и осушу ступнями ног моих все реки египетские разве не слышал ты что я издавна сделал это в древние дни предначертал это и ныне выполнил тем что ты опустошаешь крепкие города превращая их в руды развалин и жители их сделались маломощны трепещут и остаются постыженными они стали как трава на поле и нежная зелень как порос на кровлях опаленный хлеб прежде нежели выколосился сядешь ли ты выйдешь ли ты войдешь ли я знаю все знаю и дерзость твою против меня за 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 твою дерзость против меня и за то что надменность твоя дошла до ушей моих я вложу кольцо мое в нозри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою которой ты пришел и вот тебе езейкое знамение еще в этот год выросшее от упавшего зерна и на другой год самородное а на третий год сейте и жните и сажайте виноградные сады и еще плоды их и уцелевшие в доме иуды остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасенные от горы сион ревность господа Саваофа совершит это поэтому так говорит Господь о царе о сирийском не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы и не опустит в него и не приступит к нему со щитом и не насыплет против него вал по той же дороге по которой пришел возвратиться а в город этот не войдет говорит Господь я буду охранять город этот чтобы спасти его ради себя и ради Давида раба моего и вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек и встал поутру и вот все тела мертвые и отступил и пошел и возвратился Сенахирим царь ассирийский и жил в Неневии и когда он поклонился в доме не скоро бога своего Адрамелех и Шерицел сыновья его убили его мещом а сами убежали в землю Арарасию и воссталился Ассардан сын его вместо него то есть какая мудрость в этом все Иезекия не воевал с ассирийским царем Иезекия не доказывал ассирийскому царю кто он есть на самом деле Иезекия не спорил с поносителями Божьими Иезекия разбирался с Богом он приходил к Богу и говорил к Господе вот есть люди колдуны которые поносят тебя что мне делать как мне поступить в той или иной ситуации и Бог сам показывал что человек который хочет иссушить воду срубить деревья говорит кто он такой я это все создал это мое творение и если он не поклоняется тому что моему величию то с ним будет то что он и говорит твоя задача верить мне твоя задача дождаться чтобы я сам лично вмешался в ту или иную ситуацию из-за чего зачастую прежде чем начать воевать со своими искушениями болезнями положениями материальными нужно остановиться дождаться а лучше оградить себя от какой-то ситуации на время и получить слово от Бога как из зеки он говорит